С нами на связи Искандер Бориев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра. Искандер, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Доброе утро. Искандер, смотрите, мы давали вашу позицию, ваше заявление о том, что запретив межлисткин катарского народа, российские оккупанты не смогут запретить крымско-татарский флаг. А скажите, чем он так опасен для нынешнего оккупационного режима, который давлеет над крымско-татарским полуостровом? Это, знаете, первый вопрос. И вот второй вдобавок, знаете, но все же, ну не все же, да, там, представители кремлевского режима, да, путинской верхушки, люди, которые занимают разные посты и те же, там, знаете, пропагандисты, они же всем втюхивают историю про то, что Российская Федерация сегодня чуть ли не самая демократическая страна в мире. О том, что они и следят за правами, и развивают национальные идентичности, никоим образом не ограничивают. Ну, это их, да, понятно, нарратив. Ну, а что на самом деле, да, мы имеем, по вашему мнению, по вашим данным и по вашим позициям? Ну, в первую очередь, я бы начал бы с последней цитаты, о которой вы сказали, о самой демократичной стране. Ну, мы понимаем, почему я, знаете, почему я задал этот вопрос? Ну, вот потому что мне кажется дивным, что есть люди, которые в это верят, но по факту, на поверочку, получается, что очень многие эту риторику используют, знаете, просто прикрывая свои преступления, по сути. Дело в том, что понятно, что демократию каждый по-своему понимает, и те люди, которые на протяжении многих лет проживают в условиях российского авторитаризма, как раз-таки, ну, для них такая демократия. И живым примером является то, что вот буквально вчера был случай, когда были задержаны три представителя в одном из, скажем, мест отдыха, три монитора, там организовали мероприятие культурное и использовали песню «Щенверла Украина». В результате они были оштрафованы, все три девушки были оштрафованы по 13 тысяч рублей. И, кроме того, их заставили публично извиняться, и видно четко, как они, скажем, начали, их заставили считать, что Путин там самый правильный, самый честный и так далее. Вот такая демократия в Российской Федерации, которая навязывается в Крыму уже на протяжении более девяти лет. Ну, а также, говоря о демократии, то мы тоже можем сказать о том, что в демократическом обществе не могут, преследоваться представители коренного народа. И тем более, когда речь идет не просто о каких-то общественных организациях, а действительно о представительном органе. И из-за позиции Межлица Крымско-Атарского народа в 2017 году как раз-таки начались со стороны, в кавычках, демократического государства те преследования. И, соответственно, в 2016 году их демократические, в кавычках, суды приняли решение о запрете Межлица, и объявили Межлиц экстремистской организации. Это та организация, в которую выбирали как раз-таки демократическим путем на прямых выборах в 2013 году. И вот как раз-таки есть пример. Возвращаясь опять же к демократии, то действительно, я не случайно говорил, я буду говорить о том, что да, можно всячески пытаться запретить на той или иной территории подконтрольный оккупантом представительный орган, при всем том, он продолжает работать, и мы работаем и на международном уровне, и работаем на территории материковой Украины. Но при этом я хотел бы обратить внимание, что действительно флаг они запретить, хотя и пытались, кстати, пытались не то, что, а пытались запретить использовать символы крымско-катарского народа. И еще в 2016-2017 году были зафиксированы случаи, когда детям заставляли переодевать футболки из-за того, что на них находился герб тамга. То есть, ну, при всем том, флаг действительно они не смогут запретить, потому что флаг находится в сердце у каждого крымского татарина, и понятно, что это символы, символы идентичности. Ну и возвращаясь к тем преследованиям, о которых они говорят, вернее, которые они совершают на территории Крыма, я хочу напомнить, что, опять же, когда мы говорим о демократическом обществе, то в демократическом обществе должна быть свобода мыслей, свобода слова, свобода действий. И, соответственно, мы видим следующее. Мы видим, что только вот за полгода 2023 года было 101 задержание, из них 66 в отношении коренного народа. Было 37 обысков, из них 29 в домах крымских татар. Было зафиксировано 140 случаев арестов, из них 93 в отношении крымско-татарского народа. Были проведены допросы, 106 допросов, 73 в отношении крымских татар. Далее, когда мы говорим о нарушении права на справедливый суд, то тут было 156 таких случаев зафиксировано нами за полгода, 103 в отношении крымских татар. И когда мы говорим о нарушении права на здоровье, то зафиксировано 29 случаев нарушения права на здоровье, 21 в отношении крымских татар. Кстати, именно за эти полгода зафиксированы две смерти. А две смерти политузников в тюрьме, в местах несвободы. Это Константина Ширинга и Джамиля Гафарова. Хотя неоднократно обращались и говорили о том, что их состояние здоровья желает быть лучшим и необходимо провести, соответственно, скажем, лечение. Кроме того, я хотел бы сказать и про Сизикова, которому вынесли приговор в 17 лет лишения свободы. А Сизиков, он слепой и он является инвалидом первой группы. И действительно, он нуждается в постоянном уходе. И мы видим, опять же, демократическое в кавычках государство, которое совершает такие преступления в отношении людей. Ну и в целом, когда мы говорим о тех преследованиях, то, опять же, в цифрах, если будем говорить, то нами зафиксированы 294 случая преследования. Это чисто по уголовным делам представителей граждан Украины. Из них 196 – это в отношении к москатарскому народу. В местах несвободы сейчас находятся 175 человек, политузников. Из них 117 – это представители русско-катарского народа. Вот такая вот у них демократия. И, кстати, говоря о демократии, опять же, хочу сказать, что они с каждым годом придумывают все новые и новые инструменты для того, чтобы преследовать людей. И еще в 2022 году они начали, на фоне того, что они, скажем, неправомерно применяли свое законодательство по запрету, к примеру, Хизбут-Ахрир организаций или свидетелей Иеговы, то уже в 2022 году появился новый инструмент. Это признание, суд Российской Федерации вынес решение о признании батальона имени Нумана Чилибиджихана террористической организации. И именно как раз-таки по этой статье преследуются люди, арестовываются и их обвиняют в частности батальона Нумана Чилибиджихана. Кроме того, появились еще новые статьи. Это за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, как в Административном кодексе Российской Федерации, так и в уголовном. И уже есть случаи, когда преследуются люди именно в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации по этой статье. Ну и, конечно же, уже даже, можно сказать, сотни людей, которые преследуются по Административному кодексу. То есть их штрафуют, их людей штрафуют, заставляют извиняться публично, заставляют, скажем, или админаресты от 2 до 15 суток. То есть мы видим вот такую демократию, которую они принесли в Крым. И действительно, те люди, даже молодое поколение, которое пыталось, опять же, как я вначале уже сказал, ту песню, которая была популярна в Российской Федерации еще, скажем, в 2000-е годы, сегодня она является запретной. Я так понимаю, хотя, опять же, существуют списки тех запретных, там, запретной литературы или запретных песен. Но уже на местном уровне чиновники и силовики настолько стараются, чтобы заработать звезды, что выслушиваются и на видео заставляют зачитывать текст о том, какой великий Путин. Продолжая тему так называемой демократии в Российской Федерации, ее, в принципе, там давно ощущают на себе, например, в Коме, например, буряты на себе ощущают, тувинцы, чья культура уничтожается очень давно, чей язык уничтожается и кого отправляют больше всего воевать и погибать. Но смотрите, по поводу Крыма, с одной стороны, Россия вроде бы как хочет поддержки крымских татар, с другой стороны, вот этот весь прессинг. В чем больше Путин заинтересован в Крыму, в людях или же в просто ресурс очередной для логистики, для экспорта, перевозки украденного украинского зерна, для того, чтобы в складах хранить боеприпасы? Что больше интересно для Путина? Ну, в первую очередь, мы еще с 2014 года говорили о том, что Крым, когда захватила Российская Федерация, они рассматривали, в первую очередь, Крым как хаб и логистический, скажем, маршрут для дальнейшей военной агрессии против Украины. И как раз-таки в Крыму они создали базы, они действительно строили те дороги, в частности Тавриду и объездные дороги различные, не для того, чтобы обеспечить нормальный проезд для людей, а для того, чтобы перевозить военную технику. Они стали восстанавливать некоторые еще с советских времен военные базы, условно вертолетный завод или взлетные площадки. Они стали устанавливать там нефтяные, нефтехранилища для того, чтобы продолжать агрессию против Украины. Ну и что касается, конечно, крымских татар в этом контексте, в первую очередь, они пытались, это действительно было так, в 2014 году попытаться договориться с крымскими татарами, потому что крымские татары полностью проигнорировали тот референдум, на основании которого они хотели в правовом плане обозначить, что их действия правильные. При этом, если мы будем, скажем, ссылаться на международное право, то как раз-таки таким правом обладают исключительно коренные народы. И вот тут как раз-таки некий крымский народ, про который они говорят, волей изъявил быть в Российской Федерации, но коренной крымск-катарский народ дал четкую позицию, что это преступление, это незаконное, мы не признаем референдум, а мы поддерживаем суверенитет Украины. И как раз-таки поэтому и являются последствиями вот таких заявлений и четкой позиции коренного народа, это в первую очередь запрет представительного органа, что также нарушает международное право. И в том числе есть уже промежуточное решение международного суда ООН от 2017 года, которое, кстати, тоже Российская Федерация, в кавычках демократическая, не может исполнить по сей день об отмене данного запрета. Ну и, конечно же, дальнейшие преследования для того, чтобы вытолкнуть нелояльную часть населения по отношению к Российской Федерации. Вот это легко и объясняется. Поэтому они придумывают разные инструменты, чтобы, а, людей запугать, б, создать все условия, чтобы они самостоятельно выезжали из Крыма. И действительно, те десятки тысяч людей, которые выехали на материковую часть Украины, а с началом полномасштабной агрессии против Украины и объявлением частично мобилизации, десятки тысяч людей вынуждены были выехать, в первую очередь, мужчины за пределы, ну, в третьей страны, скажем так. И это как раз-таки очень негативно влияет на дальнейшее развитие коренного народа. И мы об этом как раз-таки говорили и подавали отчеты в экспертный механизм по правам коренных народов ООН на постоянный форум, спецдокладчику. Мы об этом постоянно заявляем, говорим, потому что это элементы геноцида. Эскандер, спасибо вам большое за разговор. Благодарим, что нашли время присоединиться к нашему эфиру, эфиру телеканала Freedom. Эскандер Бориев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, был с нами на связи.